Девушки отдыхают 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 бесследно а москва компенсирует людям которые там показались в беде ну так случилось не усмотрели и это продолжается во всех отраслях и не первый десяток лет и наше государство это бизнес а мы пытаемся вы к этой камушке еще и прикрепиться вернее те кто добровольно идут с ближайшей деревне рубить лес который их потом накажет совсем недавно всех потрясла страшная трагедия с отоплением в иркутской области когда большинство экспертов сошлись во мнении что это произошло из-за уничтожения лесов та картина масштабная которая там есть она просто шокировал честно говоря потому что вырубались водоохранные леса водоохранные защитные леса нерестовых полос там работа вообще проходить запрещено есть начальство послали здесь пили мы пили камыш на работе мы не как вам сказать ты не снимай тебя говорю сколько раза варить отлично а почему не рационально то тушить леса да потому что улики нужно скрывать потому что люди которые занимают государственной должности будут получать по шее если не успеют зубу курс валить поэтому там где надо нужно поджечь и вовремя потушить поэтому пожары и тушится и сука не тухнут ни хера просто не тушили то есть даже не пытались пытались но так пытались что пожар все разрастался больше и больше и горело начиная с восьми там соток и дошло до пятнадцати тысяч к 15 тысяч гектаров которые тушили больше месяца это половина франции это знаете на что похоже это значит как вот в некоторых офисах стоят вот эти шреддеры по уничтожению бумаги здесь более масштабно просто кто-то поднес спичку и сжигает следы преступления если это конечно так мы так себе объем в грудь мы помогаем нотр-дам восстанавливать помогаем сирию отстраивать помогаем еще там кому-то самолеты видимо не выгодно запускать над горящими лесами которые воду скидывал но на мировой политической арене мы самые крутые а выплачивать многомиллионную зарплату сечину миллеру костину это экономически выгодно а может быть строительство новой резиденции для патриарха кирилла за почти три миллиарда рублей это выгодно да вы там что в своей москве совсем уже здравый рассудок утратили так что мы на мировой политической арене бьем себя в грудь мы самые крутые у нас ракета сармат а свои леса потушить не может да какие леса мы торговый центр то потушить не может ну хорошо леса горят каждый год а люди паникуют только когда дым идет в сторону городов они как обычно на север но похоже властям уже на пальцах надо объяснять что новые леса вырастут только через десятки лет а эти коммерсы без надзора оставят людей и без бюджета и без лесов арифметика тут простая чем толще дерево тем больше денег скажем вот в такой столетней пихте толщиной более метра древесины на 50 тысяч рублей опытная бригада за день свалит и вывезет где-то 10 пихт это 500 тысяч из которых 10 процентов получат те кто пилил а 90 те кто должен был их за это ловить то есть от 47 миллиардов получили в бюджет полтора миллиарда а остальное в тени а куда деньги-то уходит с продажи леса это карман в офшоры людям которые зарабатывают а кто эти люди трети по именам перечисляют на один другого сменять только успевает один ряху откормил второй ряху откормил значок снял и уехал за богом эту как бы санитарную рубку санкционировал теперь уже бывший начальник алтайского управления лесами михаил ключников в итоге один только залесовский заказник лишился древесины на 63 миллиона рублей а сколько еще было таких рубок и таких заказников все повязано вот все все но вы же есть я по я же лесной край но вы же есть и такие как вы есть бизнес не имеет такого вопроса как экологические проблемы после их работы выброса каких-то веществ в реке и так далее вот когда ты начинаешь жаловаться когда начинаешь бузить говорит ты не офигел ли мою реку засорят вот тогда у них стоит вопрос остро что с тобой делать вас пытались остановить но откровенный разговор андрей викторович вы мне задали такой вопрос что вот угрожали вот это ответ на вопрос но один ты конечно в поле не трактор они смотрят только на то когда люди массово начинают вопросы создавать ну а чё ты предлагаешь выйти на площадь чтобы как москве 1300 задержанных а автозаков на всех хватит они не боятся вот эти все что люди в вашу защиту нормально на улице выйдут будет митинг санкционированный но митинг огромный многотысячную вашу поддержку может даже не один это деньги для всех это воруют у каждого не боятся и в не приходит я не думала я просто делаю честно свое дело это конечно же не выход кого-то стрелять и сажать на вело просто нужно быть немного инициативным а не сидеть на кухне под рюмочку водочки перемывать кости властям это то что называется гражданская позиция среднестатистического российского гражданина но нам сейчас напихают там да чё ты понимаешь что ты знаешь и почему ты меня назначил виновным так скажет зритель скажет ну ну мы не можем выйти на митинги нас всех задерживать я был на митинге на пикетах на одиночных пикетах и все это было санкционировано вот там где было бы не санкционировано я бы туда не пошел потому что я знаю что это нарушение закона но то что леса горят ребята это очень плохо это что они уходят за границу не знаю вдвойне или втройне ли это плохо но скоро мы останемся без кислорода если будем дальше сидеть и думать кто что виноват власть должна менять ситуацию поймите и чекистам и правоохранительному и увд и нам очень сложно если не изменить систему суть в том чтобы власть услышала президента и поменяла ситуацию это можно сделать мы озвучили проблему призыв действия опасен потому что люди могут воспринять каждый по-разному поэтому призыв к действию должен быть начать думать своей головой трезвой голову как эта система устроена чтобы понимать как ее исправлять а не бегать за огол телами которые орут один виноват 2 виноват кошка родила котят это путин виноват в общем ребята будьте инициативными не ведитесь на провокации думать своей башкой и вот когда мысли ваши начнут совпадать вот тогда вы начнете организовываться и с этого начинается новое государство в том мире справедливо в который вы сами захотите иначе есть у меня такое маленькое маленькое предчувствие что уже скоро настанет тот день когда не могущество россии будет прирастать сибирью а возрождение россии начнется с сибири да Продолжение следует...